Чего сегодня хочет Иран, по-вашему? Почему Армения так дружит с Ираном? Для чего она это делает? Слушай, Ираном есть, конечно, исторические, на самом деле, дружбы. Если маленько, знаешь, такое уменьшенную историю ты прочитал, то большинство королей, которые в Армении были, они были назначены из Ирана. Тиграм Великий, он жил в Иране, в иранском царством, доме, именно ханском доме, иранском. Ну, тогда не ханском, тогда они истарили, короли были. Иранский шахи, персия. В шахском доме, именно жил он в шахском доме, и когда пришло время назначить очередного короля Армении, на тот момент уже не был короля, то ли король погиб, по-моему, царь, да. То назначили именно Тиграна с Ирана. То есть персидский шах назначил Тиграна царем Армении. Да, конечно, конечно. Это именно так и было. То есть, получается, Армения была вилаятом Ирана, где персы, то есть персии вилаятом, где персы позволяли армянам править. Правильно? Назначали там наместников. Да, именно так и было. Вот еще поклонялись огню и армяне, и иранцы. У нас была одна вера. Это уже потом. Огнепоклонники. Храм гарнит тому доказательство. Да, Иран потом принял ислам, Армения приняли христианство. Ну, мы знаем, что исторически до принятия христианства армяне в своем большинстве поклонялись богине Анахид. Это тоже есть. Правильно? И ее мужу. И ее мужу, и ей. Это тоже есть. Все правильно. Это тоже есть. Но главное все равно бог был. Это огонь, который поклонялись иранцам. У нас парсики называют их вообще на армянском. Много иранцев сегодня в Армении? Армен. Я не знаю. Говорят, что очень много. Очень много. Я не знаю. Я потому, что с 95-го года ни разу вообще не был в Армении. И уже вот эти свободные уже поездки иранца в Армению, я этого не видел. Я только видеоматериалы.